Всем привет! И в данном видеоролике мы разберем, как сверстать первую секцию сайта на платформе EditorX. Я на этой платформе уже работаю достаточно, где-то полгода, и я уже могу делиться какими-то знаниями, рассказывать. Поэтому давайте перейдем в Figma. Вот примерно такая у нас картина есть. У нас есть достаточно шаблонный первый экран, есть картинка, есть заголовок, описание, две кнопки, есть лого, меню. Достаточно все стандартно. Пройдемся по тому, как я это все буду делать на EditorX. Я поделил это все на зоны, на зеленую и фиолетовую. Зеленая у нас есть картинка, фиолетовая у нас есть текст. Дальше, если мы пройдем, у нас есть текст, заголовок, две кнопки. Я вкратце скажу, что EditorX работает чем-то похож на Webflow, и там принцип работы строится на построении вот этих всех слоев друг за другом. Нету drag and drop. Я выделил, у нас есть меню, и нужно было еще выделить там кнопочки, может быть, картинки, но не суть. Я думаю, что вот эту картинку я перенесу просто как фул картинку в PNG, в каком-то большом формате. Это будет текстом, менюшка будет стандартная и с платформы. Мы уже перешли в личный кабинет, давайте создадим новый сайт. Сейчас она все прогрузится. Пустой бланк, и с этим бланком мы будем работать, то есть переносить из фигмы в, хотел сказать, в Flow, в EditorX. Я уже заранее подготовил материалы, которые мне нужны, поэтому я не буду мотаться в фигму, все буду делать на ходу. Давайте сразу мы сделаем основное полотно, у нас будет 100 view high, то есть у нас будет полная ширина экрана и высота. Давайте сразу менюшку сделаем. Вот у нас есть SVG. У нас есть лого. Смотрите, ребят, я не собираюсь вам показывать фигму, все там расстояния, широты, буду работать сразу в EditorX, чтобы видео не затягивалось. У нас есть лого, давайте ему сделаем 100 пикселей. Так, ребят, я сразу хочу сказать, я буду работать в пикселях, никакой здесь резины не будет. Это будет очень легкий туториал, потому как можно войти в эту платформу, чтобы без мучений, без никаких стражданий можно было залететь именно вот сюда, в EditorX. Так, у нас здесь 1920, супер. У нас есть высота 100 view high. Что нам нужно сделать? Нам нужно добавить картинку, нам нужно добавить текст, описание, две кнопки, и там еще есть круглая кнопка. Давайте приступим. Заходим в меню, выбираем картинку. Change image. Я думаю, что я сделаю просто это цельной картинкой, потому что там есть эти линии, и я, честно, не хочу с ними возиться, пока просто покажу на легком примере. Фотографии сжимать не буду, конечно же, их нужно сжимать, но для примера, опять же, можно. Я это все быстро делаю. Стоп, стоп. Теперь нам нужно поделить вот эту вот секцию на две колонки. С этой стороны у нас будет изображение, с этой стороны у нас будет текст. Переходим мы в дисплей. У нас здесь 2.1, нужно 2.1. Видите, у нас поделилось на две колонки. У нас есть картинка, теперь нам нужно добавить текст, да? Добавляем текст. Давайте добавим еще параграф. Нам нужны кнопки. Давайте вот так вот-вот. И скопируем. У нас там две кнопки. Прекрасно, у нас есть практически та структура, которая нам нужна. Не хватает только на менюшке еще здесь. Там еще была какая-то круглая кнопка. Давайте ее тоже добавим. Scroll down, что-то там такое было. Вот такой вот текст, вернее шрифт. В фильме у нас стоит размер 80. Делаем 80. И копируем текст оттуда. У нас есть первый текст. И теперь нам нужно вставить подзаголовок. Хуяк его сюда. Размер у нас 24. 24. Ставим 24. И важный момент, который я хочу подметить, это нужно постоянно проверять настройки контейнера и любого элемента сайта, чтобы... Если мы работаем, например, в пикселях, как в этом видео, нужно постоянно везде ставить пиксели. Если мы работаем в процентах, нужно проверять постоянно, не накладываются ли там друг на друга элементы. И нужно постоянно быть на очеку в этом плане. Что мы, собственно, и делаем. Вот у нас стоит проценты. И нам нужно поставить пиксели. Давайте выделим эти стоп. Видите, у нас здесь стоят проценты. Это хуево. Нам не нужны проценты. Нам нужны пиксели. И нам нужно пристаковать это все дело. Видите, опять проценты. Поэтому нужно ставить 100 пикселей. Браво. Здесь то же самое. Здесь пристаковано. 100 пикселей. Теперь выделяем эти два элемента и стакуем. Функция stack делает возможность элементов, чтобы они не накладывались друг на друга при увеличении либо уменьшении экрана. Давайте поменяем текст в кнопках. Так, браво. Мы поменяли текст. Теперь у нас вот эта кнопка черная. Это у нас чисто outline кнопка. Мы сейчас будем этим заниматься. Опять же, меняем 100 пикселей, чтобы у нас все было ровненько. Теперь нам нужно поменять размер текста в кнопке. У нас там стоит 24. 24 меняем. Меняем размер кнопки. 222. 60. Супер. 222. 60. И тоже меняем размер кнопки. Размер текста. Кнопки 25. 24. Так, теперь мы делаем outline border 0%. Тут у нас add 1. Sorry, у нас тут 100%. Background убираем. Текст тоже делаем черным. Браво. Мы сделали текст черным. Еще нам нужно выделить этот текст балдом. Мы примерно сделали первую секцию. Нам еще нужно повозиться с кнопкой. Нужно повозиться с менюшкой. Я сейчас хочу добавить меню. Давайте мы зайдем в меню search. И выберем нам примерно похожий дизайн для меню. Давайте выберем вот это вот меню, потому что оно больше всего похоже на то, что мы имеем в фигме. И нам нужно добавить количество элементов в меню. Раз, два, три, четыре, пять. У нас пять элементов в фигме, поэтому нам нужно добавить еще четыре. Add item, не знаю, будет link. Супер, у нас есть основа, за счет которой мы будем строить это все дело. Давайте в фигме у нас стоит здесь высота 79 пикселей. Менюшка выглядит примерно на 60%, поэтому я сделаю здесь на глазик, может быть, чуть поменьше. 40, нет, 50. 50% менюшка и высота тоже будет как меню. 79, 79, супер, у нас все есть. Мы добавили меню, у нас оно примерно уже одинаково. Я немножко его видоизменил, потому что то меню не поддерживало вот эти вот все линии. Опять же, по той же схеме мы меняем 50%. Все это делать по правому краю. Высота у нас 79. Как мы видим, у нас примерно уже получается цельная картинка из того, что мы имели в фигме, но мы уже имеем это уже практически в живом виде. Давайте добавим линию. Это все сделаем по нижней части. Position у нас тут, давайте минус 4. Это всякие заебки эдитора X, поэтому я уже просто на опыте здесь. И сделаем тоже, давайте панель откроем. 100%. Давайте видоизменим здесь текст. У нас в фигме стоит 80 и 80. И размер текста у нас стоит 14. Браво. И здесь мы делаем выключку, вернее, стакуем его, прикрепляем его к левому краю. Тоже 100 пикселей. У нас теперь образовалась эта линия, и все четенько и ровненько. Забыл, наверное, поменять здесь текст. Да, забыл поменять текст. У нас здесь такой текст. Вот, браво. Так, в фигме у нас стоит здесь 40%, поэтому раз, два, три, четыре. И можно, наверное, увеличить отступ. Давайте это все в контейнер. И я думаю, что можно это сделать уже по центру. И эту кнопку уже пристаковать к низу данной страницы. У нас в фигме стоит 122. Давайте сделаем 120. И у нас получается уже цельная картина. Давайте сделаем превьюшку. Все вроде бы более чем окей. Давайте попробуем отзывчивость. То есть все работает. Вот так вот у нас кнопочки разъезжаются, потому что что-то у нас неправильно пристаковано. Здесь, как видите, тоже. И все пошло-поехало. Что-то, короче, нарушилось. Ага, я нашел ошибку. Как я раньше говорил, нам нужно постоянно следить за тем, что у нас стоит в настройках любой части сайта. Это могут быть вьюпорты, вьюхай, проценты, пиксели. И там еще есть функции. Поверьте, их там очень много. Поэтому мы сейчас работаем именно в процентах, в пикселях. Мы меняем на 100%, и это была наша ошибка. Супер. Теперь мы переходим в превью. У нас все здесь заебись. Все работает. И все. В принципе, у нас более чем окей. Нам нужно поменять название. Давайте поменим service. Contact. Также давайте поменяем вот этот цвет на черный, чтобы у нас активная страница была тоже черная. И не синяя. Кликет. Текст color. И тоже хуяримый черный. У нас стоит не тот шрифт. Еще хуже. Вот он, этот шрифт. Вот он, этот шрифт у нас. И все, в принципе, выглядит как на конечной стадии. Менюшку мы прикрепим. Pint. Чтобы у нас менюшка, вот видите, она ездит. И сделаем background на header. У нас будет не 0%, а 100%. И у нас будет оно перекрывать. Видите, у нас... Давайте это дело сделаем. Больше секций. И это уже выглядит как конечный вариант из фигмы. Мы в Editor X у нас есть некая отзывчивость. И мы сделали первую секцию сайта. Поздравляю нас. Вот то, что мы имели. И то, что мы получили на выходе спустя минут 15-20. Давайте опубликуем этот сайт. Что у нас вышло в итоге? У нас есть изображение. У нас есть текст. У нас есть кнопки. И у нас есть кнопка scroll down. У нас есть менюшка. И, в принципе, у нас есть все, что нам нужно. Действительно, это не выглядит суперкруто, потому что мы делали это все в процентах. И это статичная единица измерения. И на больших экранах это все будет смотреться очень маленьким. Но если человек будет смотреть это все с ноутбука, либо примерно таких расширений экранов, у него сайт будет изображаться примерно вот таким вот форматом. И, как можно заметить, у нас хорошая выходит картинка на выходе. Это размер, если вот примерно вот такой размер, это размер ноутбука. Так что с этим можно уже работать. Ну что, я вас поздравляю. Мы сверстали первую секцию сайта на Editor X. Да, она была в пикселях. Да, она была легкая. Но мы еще не работали с адаптивом, с резиновостью. Я просто хотел показать, что можно сделать на этой платформе быстро и не ломать себе мозг резиновостью, потому что я набил очень много шишек на этом. И в следующем видео я постараюсь вам показать уже резиновый сайт, который будет меняться от ширины экранов плюс с адаптивом. Если тебе было интересно это видео и оно было тебе полезным, пожалуйста, подпишись на канал, ставь колокольчики, подписывайся на мой Инстаграм, Телеграм. Увидимся в следующих видео.